Егорские школьники будут учиться очно. Об этом во время прямого эфира на своей странице в инстаграм рассказала губернатор Югры Наталья Комарова. Глава региона обсудила самые важные вопросы подготовки к учебному году с многодетной мамой-блогером. О том, нужно ли будет школьникам носить маски и какие меры безопасности предпримут образовательные организации, узнаете из следующего сюжета. Любая мама знает, что подготовить ребенка к школе – та еще задача, даже одного. А есть ли детей – 11? Именно столько воспитывает Галина Кузнецова. Она вместе с семьей живет в Сургутском районе, поселке Сытомина. Ведет популярный блог в инстаграме, который читает больше 9 тысяч человек. Здесь она рассказывает о путешествиях с детьми, делится историями и жизни. У Галины в этом году пять школьников и одна студентка. Чем ближе 1 сентября, тем больше начинают беспокоить вопросы. Как пройдут линейки? Как будут работать школы после пандемии? Будет ли дистанционка? Все это ей удалось обсудить в прямом эфире с губернатором Югры Натальей Комаровой. Много вопросов, конечно, поступило. Поэтому на данный момент 700 вопросов и предложений. Поэтому мы, конечно, все озвучили. Ну, нереально у нас в эфире. Мы выбрали самые важные, самые актуальные и распространенные вопросы, выражающие мнение большинства. И на все вопросы у главы региона были ответы. В частности, Наталья Комарова рассказала, что все школы в Югре будут обучать детей в очном формате. Дистанционка останется только на случай карантина и сильных морозов. Отдельная тема – безопасность. Губернатор подчеркнула, что в школах будет динамическое расписание уроков. График питания в столовой с учетом наполняемости классов. А учеников рассадят подальше друг от друга. Кроме того, каждая школа примет решение о мерах безопасности с учетом мнения родителей. Отдельно поговорили и про масочный режим. «Масочный режим будет. Преподаватели будут носить маски и другие сотрудники образовательных организаций. Дети нет, но если кто-то из родителей или ребенок посчитает нужным и необходимым ношением маски, это разрешается». Далее речь зашла о режиме работы школ. Так, почти 70% учеников в Югре будут ходить на уроки в первую смену. Остальные – во вторую. Добавлю, к каждой школе будет прикреплен медицинский работник, который будет отслеживать состояние школьников и педагогов. Кроме того, в образовательных организациях каждое утро будет обязательно термометрия. Но прежде чем учителя и сотрудники школ приступят к работе, придется пройти тест на коронавирус. «Обследование проводится у педагогов и работников, которые непосредственно контактируют с обучающимся на безвозмездной основе. Ну, как безвозмездной. За счет работодателя, за счет окружного бюджета». Также в ходе прямого диалога многодетная мама и губернатор обсудили работу детских садов, коррекционных школ и вузов. Посмотреть полный эфир можно как в инстаграме губернатора, так и на странице Галины Кузнецовой. Василий Сосуев, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова